Раби Мейр Каханы Письмо влюбленной девушке-нееврейке Перевел с английского Ефим Майданик Дорогая нееврейка, это письмо адресовано тебе, девушке-еврея, с которым ты надеешься вступить в брак. Ты надеешься, что это позволит тебе сохранить самоуважение и найти человека, который будет по-настоящему уважать тебя. Ты встретила своего еврейского парня и влюбилась. Вы оба, ты и твой парень, хотите вступить в брак. Но есть проблема. Родители твоего парня против, категорически или не так сильно, но тем не менее против того, чтобы их сын женился на нееврейке. Только тебе известно, сколько было споров об этом и какие мучения сопровождали попытки решить эту проблему, сколько часов потратили на обсуждение «Я твой еврейский парень со своими родителями и ты сама со своим парнем». И, наконец, нашелся ответ. Быть может, он был вынужденным и на него неохотно согласились родители евреи. Быть может, он был вынужденным и для тебя. Быть может, он пришел легко. Неважно. Это был, наконец, ответ, суливший решение проблемы, конец противодействию со стороны родителей евреев. Какой ответ? Простой. Почему бы тебе не согласиться на переход в еврейство? Почему бы тебе не согласиться стать еврейкой? «Смотри, ведь это так просто», сказал тебе твой еврейский парень. «Мои родители в таком случае примут тебя, и мы сможем пожениться и жить счастливо». На самом деле это не означает ничего. Тебе, конечно, не придется соблюдать нормы иудаизма, я ведь не соблюдаю их. «Это просто форма, ритуал, нечто, позволяющее моим родителям почувствовать себя лучше. И если ты согласишься, любой реформистский или консервативный раввин сочетает нас с браком, не задавая вопросов. Подумай об этом, милая. Небольшой ритуал и любовь победят все». «И ты согласилась, не испытывая большой радости, ведь ты, в конце концов, не еврейка и никогда не думала о желании быть еврейкой, и ты на самом деле не хочешь быть еврейкой. Однако мысль о том, чтобы избавиться от всей этой мороки и, наконец, выйти замуж, заставляет тебя согласиться. В итоге ты соглашаешься с мнением своего парня. В конечном счете важны не законы, а те, с кем тебя роднит закон». Дорогая нееврейская девушка, подумай, ты любишь своего еврейского парня, и ты убеждена, что он разделяет эту любовь, отвечает на нее. Но ведь есть самый важный вопрос. Может ли любовь сохраниться без уважения? И есть, разумеется, еще один важный вопрос. В свете того, что твой еврейский парень просил тебя сделать, насколько он может уважать тебя? Религия, верит ли в нее человек или нет, одно из прав человека по рождению. Твои предки верили в принципы твоей веры и боролись за них. И независимо от того, соблюдаешь ли ты их и веришь ли в них полностью, просить тебя отбросить свою религию, совершить циничный, прагматический акт в угоду родителям твоего парня? Это действие, исполненное такого презрения к тебе, что становится трудно понять отсутствие у тебя уважения к себе. Почему твой парень не предлагает переход в твою веру для себя? Если переход в другую веру всего лишь ритуал, читай игра. Почему твой парень не готов сделать простой ход в этой игре в кавычках? Откуда такое неуважение к тебе? Он непочтительно просит тебя отбросить свою веру и традиции и причинить боль своим родителям и семье. И неважно, в какой мере они могут проявить это. Подумай хорошо. Является ли он человеком по-настоящему уважающим тебя? Является ли он бескорыстным другом, готовым на самоотдачу и самопожертвование ради тебя в момент, когда это потребуется? Или он просто избалованный и эгоистичный ребенок, готовый ради получения желаемого заставить других платить за свои удовольствия? Разве этот американский еврейский принц в кавычках то, что тебе действительно нужно? Я думаю, что это не так. Я думаю, что в этом мире нет ничего более важного, чем уважение. Оно важнее, чем любовь. И человек, который из-за отсутствия силы воли или смелости, необходимых для того, чтобы противостоять родителям, просит тебя принести в жертву свои веру и традиции и причинить такую внутреннюю боль своей семье, просто не уважает тебя. Но это еще не все. У твоего еврейского парня нет уважения и к своей собственной религии. У любого человека, способного предложить тебе фарс и надувательство перехода в его религию, при том, что на самом деле его не интересует иудаизм, и он не испытывает никаких чувств по отношению к нему. Ничего, кроме презрения к своей вере. И из всего сказанного становится ясно, ты имеешь дело с человеком, у которого в конечном счете нет самоуважения. Прими этот совет, быть может, лучший совет, который ты получишь в жизни, совет, избавляющий тебя от сердечной боли и ужасного брака. Скажи своему еврейскому парню, нет, нет, я действительно думаю, что из этого ничего не получится. Скажи своему еврейскому парню, у меня хватит самоуважения, чтобы не участвовать в фарсе и надувательстве, насмешке над иудаизмом твоей собственной верой и над тобой. Набери смелости, ради самой себя, найди волю и силу, чтобы порвать с человеком, характер которого сложился настолько, что изменить его будет мучительно трудно, если вообще возможно. Брак с таким человеком будет катастрофой, гарантией презрения его к тебе, тебя к нему и тебя к себе самой. Ты – это ты. У тебя есть корни и традиции. Держись их. Найди человека, уважающего тебя и эти корни, которые могут стать общими для вас, человека, которому никогда не придет в голову заставить тебя сделать их объектом насмешки и унижения ради того, чтобы ублажить своих.